Студент Самарского училища культуры Егор Васютин знает, чтобы на отлично написать диктант победы, прилежного посещения уроков истории мало. Нужно дополнительно погружаться в материал и отдельно узнавать про ключевые события Великой Отечественной войны. Чем он и занимался перед тестом. Юноша уверен, участники молодежного движения первых обязательно должны присоединиться к акции, чтобы подтверждать свою активную гражданскую позицию. Я думаю, что каждому важно знать историю своей страны, знать, что сделали для нас наши деды-прадеды. И, естественно, я хочу проверить свои знания насчет истории. Такие же участники движения первых, как и Егор, сегодня собрались писать диктант победы на трех централизованных площадках. А многие присоединились к международной акции в своих учебных заведениях вместе с одноклассниками и одногруппниками. За 45 минут необходимо правильно ответить на 25 вопросов о Великой Отечественной войне. Диктант проходит в формате, похожем на ЕГЭ. Поэтому для выпускников это шанс дополнительно отработать и процедуру правильного заполнения экзаменационных документов. Для ребят это не только шанс дать память и уважение нашему поколению, которое участникам Великой Отечественной войны, но это еще и шанс как раз увеличить свое портфолио. Сегодня каждый участник получит сертификат и опять же лучшие результаты будут отмечены не только на региональном, но и федеральном уровне. Те, кто сможет правильно ответить на все задания, получат возможность попасть на главный парад победы страны, который проходит в Москве на Красной площади. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. Ребята, как мы с вами ранее говорили.